Уже 8 лет вкладчики пытаются вернуть свои деньги, которые когда-то доверили кооперативу МИР. За это время обращались в разные инстанции, от прокурора области до президента страны. Людмила Дмитриевна работала на трех работах, деньги когда-то хранила в банке. В 2007-м услышала про кооператив МИР, у которого больше процент, и отнесла ему все свои сбережения 150 тысяч рублей, в надежде, что со временем приумножит капитал. Но спустя полгода получила письмо счастья. Вкладчикам сообщили, что кооператив МИР обанкротился. Люди собрали инициативную группу, чтобы выяснить, в чем причина, и лично на правах пайщиков провести проверку в компании. Я по профессии бухгалтер, по специальности. Месяц сидела там в офисе, проверяла все их дела. Я стала сразу считать, сколько нам должны. Посчитала, баланс посмотрела. Не сошелся дебет с кредитом, не совпали и списки заемщиков, и суммы кредитов. Как рассказывают пайщики, они выяснили, что отдельной строкой кредитовались сами сотрудники кооператива, родственники и знакомые директора, а также вип-персоны. Накануне банкротства Махачик, этот директор, он роздал деньги, значит, от 5 до 50 миллионов. В общем, кассу опустошил, все деньги вкладчик, что зарабатывали в течение многих лет, опустошил и подал заявление на банкротство. В 2014-м над уже бывшим директором кооператива МИР Николаем Махачиком начался судебный процесс. А летом 2015-го он был признан виновным в мошенничестве и получил 5 лет колонии общего режима. Вот только обманутые вкладчики по-прежнему остаются ни с чем. По их словам, конкурсные управляющие кооператива с людьми просто не разговаривают. Застать на месте сотрудников кооператива нам тоже не удалось. В офисе по новому адресу специалисты нам представились как сотрудники другой организации. Организация не работает, она сейчас банкротственная. Всем известный такой факт. Деньги пока что не выплачиваются, поскольку это процедура, это очередь, это деньги, продажа. Сейчас будут продавать всю директорскую должность. Если что-то продадут, то будут выплаты. Если не продадут, то я даже не могу ответить, что будет. Зато по телефону менеджер кооператива нам пояснила, что во всем виноваты должники. 207 человек сейчас должны миру более 270 миллионов рублей. Поступлений практически нет, отдавать деньги вкладчикам нечем. Те деньги, которые у нас были, которые мы дважды в 2012-2014 году, мы тут же их выплатили. А сейчас сумма маленькая остается. Только на текущие расходы, на текущие работы этого кооператива. Поступление очень маленькое следует. Потому что мы обращались к судебным приставам. Почему так? Они говорят, что эти должники имеют не один только долг в кооперативный. У них долги в 4-3 банка. У нас ни одного нет должника, который был просто упущен. Понимаете? Все идет в судебном процессе, в процессе разбирательства. Официальный представитель службы судебных приставов нам подтвердил, что на сегодняшний день в работе находятся почти сотни исполнительных производств. Долг заемщиков перед кооперативом МИР более 300 миллионов рублей. Работа по всем ведется, но взыскать полную сумму на сегодняшний момент представляется достаточно затруднительно, потому что многие граждане находятся на пенсии. По действующему законодательству мы не имеем права взыскать весь размер пенсии, только определенную часть. Мы не имеем права накладывать арест на имущество первой необходимости, то жилье. Должники, которые являются наиболее крупными заемщиками, находятся в местах заключения свободы. Официально по документам среди должников кооператива люди либо заключенные, либо не имеющие лишнего имущества, или такие же пенсионеры, как и вкладчики. И по решению суда многомиллионные долги с них теперь будут взыскиваться годами, а то и десятилетиями. Когда разорвется этот замкнутый круг, и получат ли обратно свои деньги обманутые вкладчики? Пока на этот вопрос ответить нам никто не может. Пенсионеры боятся, что до этого дня не доживут. Мы хотим, чтобы призываем, чтобы Орлова, широких прокурор, следственный комитет защитили пенсионеров-стариков 650, потому что многие умерли, умирает уже, 30 человек умерли. Обман процветает, и мы очень-очень возмущены. Это 650 человек, это семья, значит, все семьи, ну, каждому по три человека и больше. Это социальное значение имеет, нарастает недоверие к властям. Валентина Мартынова, Евгений Токарев, Артём Горчаков, 6 канал.